Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим процессы, протекающие в рабочих камерах тестомесильных машин. Это вторая лекция из цикла лекций, посвященных замесу теста. В первой лекции мы рассмотрели собственно что такое замес и классификацию тестомесильных машин периодического и непрерывного действия. Замес теста длится от 3 до 20 минут и зависит от свойств муки, рецептуры, технологических особенностей ассортимента и конструкции тестами сильной машины. Как известно, при замесе происходит насыщение массы воздухом. Воздух в тесто попадает с мукой, которая, обладая большой удельной поверхностью, может адресорбировать до 1 миллилитра газа на 1 грамм муки, а также захватываться массой теста при перемешивании. При замесе белки муки интенсивно поглощают влагу, набухают. Их нерастворимые в воде фракции глиадин и глютенин образуют упруго пластичное вещество, клейковину. Сильная мука имеет высокое содержание белка с плотной и прочной структурой. Тесто из сильной муки упругое, с высокой газо- и форма удерживающей способностью. При замесе и дальнейшем брожении тесто из сильной муки меньше расслабляется. Около 65-75% всей массы муки составляет крахмал. 0,9-1,5% жиры. 0,5-0,8% минеральной соли. Около 14-12% влага и ряд других веществ. Влажность пшеничного теста в зависимости от сорта муки и ассортимента изделия колеблется в пределах от 38 до 55%. Степень механической проработки теста при замесе оказывает значительное влияние на физические свойства теста и дальнейший ход его созревания в процессе брожения, что в конечном итоге влияет на качество хлеба. Поэтому величина механического воздействия на тесто при замесе должна выдерживаться в строго установленных пределах. Сейчас эту величину принято характеризовать удельным расходом энергии на замес 1 грамма теста. Некоторые авторы полагают, что при образовании криковинного скелета тесто происходит образование поперечных связей между смежными цепями белков. Образование связи сопровождается упрочнением структуры теста и снижением его липкости. Чрезмерно длительный замес приводит к разрушению структуры и повышению липкости теста. На характер образования структуры теста влияют различные рецептурные добавки. Внесение, например, соли, сахара, окислителей замедляет процесс. Различают три характерные стадии замеса. Первое. Смешивание сухих и жидких компонентов теста. Эта стадия должна проводиться как можно быстрее. При медленном перемешивании одновременно будет происходить набухание муки с образованием комочков, затрудняющих дальнейшее равномерное распределение компонентов. Жидкие компоненты прежде всего адсорбируются на поверхности твердых частиц муки. А в таком состоянии масса легче перемешивается. При длительной первой стадии замеса влага успевает дефундировать вглубь частиц муки, которые сильнее сцепляются друг с другом благодаря увеличению когезии. Перемешивание частиц в таком состоянии требует излишних усилий и удлиняет непроизводительное время замеса. Вторая стадия – это, собственно, замес. Сопровождается диффузией влаги вглубь мучнистых частиц набуханием белков. Водорастворимые фракции муки, составляющие 3-5% массы муки, переходят в раствор. На этой стадии в сильной мере возрастает усилие сдвига массы и, следовательно, потребление энергии на привод тестомесильной машины. При набухании большую часть влаги забирают белковые вещества – глиадин и глютенин, имеющие водопоглотительную способность около 200%. Альбумин и глобулин могут набухать неограниченно. Набухшие белки образуют гидрогель. Водопоглощение крахмала муки достигает 30%. Измельченные крахмальные зерна могут поглощать до 40% влаги. Однако скорость поглощения влаги у крахмала выше, чем у белков. Вязкость массы теста увеличивается при добавлении окислителей. На скорость течения второй стадии замеса оказывает влияние свойство муки, степень измельчения крахмальных зерен, температура и рецептурные добавки, вносимые в тесто. При поглощении влаги белки сильно увеличиваются в объеме, образуя клейковинный скелет, скрепляющий набухшие крахмальные зерна и нерастворимые частицы муки. Вторая стадия замеса не требует энергичной проработки. А если первая стадия смешивания выполнена быстро и хорошо, то вторая стадия может протекать и в состоянии покоя. Третья стадия – пластикация. Сопровождается структурными изменениями крахмальных зерен и образованием клейковинной решетки, связывающей крахмальные зерна. При этом крахмальные зерна частично измельчаются и обволакиваются белковыми пленками, которые также претерпевают структурные изменения. Спиралиобразные молекулы полипептидов раскалываются и разрыхляют структуру белков, образуя клейковинные пленки, что создает предпосылки для взаимодействия между клейковинными пленками. Эти соединения образуются у полипептидов за счет водородных и гидрофобных связей. Особое значение имеют бисульфитные соединения, которые обладают наиболее высокой энергией связи. Благодаря образованию межмолекулярных соединений появляются молекулы-гиганты молекулярной массой около 100 тысяч. Такие структурированные пленки создают хороший газоудерживающий скелет теста. Третья стадия замеса требует усиленного механического воздействия, а не простого перемешивания. Поскольку с образованием клейковинных пленок, ламел, происходит и разрушение молекул клейковины. На разрушение клейковинного скелета в этой стадии замеса влияют активность некоторых ферментов, а также свойства липаза. С повышением температуры теста и влажности разрушение клейковины ускоряется. На третьей стадии замеса происходит выравнивание структуры теста и ее измельчение, что в дальнейшем преображение способствует образованию равномерной и мелкой пористости. Для облегчения анализа процесса и пофазного обоснования рабочих параметров необходимо представить модель процесса. В этом направлении известны работы Чейшнера, Квентта, Хейникель. Модель процесса представлена на слайде. Собственно, эту модель я и демонстрировал вам в течение предыдущего видео. И в этой модели вы увидели постадийно указанные основные микропроцессы, участвующие в них компоненты и определяющие параметры. Первая стадия завершается образованием трехфазной смеси с максимальной равномерностью распределения компонентов замеса. Вторая стадия характеризуется образованием однородной капиллярно-пористой массы, при перемешивании которой происходит захватывание микропузырьков воздуха. Окклюзия. Третья стадия, конец замеса, характеризуется повышением влагопоглотительной способности твердой фазы и снижением липкости теста. В зависимости от конструкции тестомесильной машины, температуры замеса Т и интенсивности воздействия на тесто у большое, длительность отдельных стадий процесса ТАУ может изменяться в широких пределах, а также смещаться во времени. Замес в конечном итоге должен обеспечить равномерное перемешивание всех компонентов, получение теста с определенными свойствами и создание предпосылок для обеспечения оптимальных условий для последующих этапов технологического процесса. Брожение, деление и расстойки. Для обеспечения рационального режима замеса уже к концу второй стадии необходимо достичь равномерного распределения всех компонентов замеса. Поскольку в замесе участвует много компонентов, то достаточно будет определить степень распределения самого малочисленного компонента, а все остальные компоненты будут заведомо иметь более высокую степень распределения. Рассмотрим перемешивание как перемещение частиц самого малочисленного компонента в трехмерном пространстве, ограниченным емкостью рабочей камеры тестами сильной машины. В качестве самого малочисленного компонента смеси можно принять дрожжи, которые при замесе количественно не изменяются и могут быть посчитаны в контрольном объеме. Разделим объем рабочей камеры на элементарные объемы дельта В. А все количество сосредоточенных дрожжевых клеток С на Н колоний, содержащих дельта С клеток. И дельта С это количество сосредоточенных клеток, обеспечивающие оптимальное течение технологического процесса замеса. Другими словами, будем оценивать полноту перемешивания степенью распределения дрожжевых колоний или клеток в замешиваемой массе, находящиеся в рабочей камере машины. Для получения математического выражения воспользуемся методами теории вероятности. Вероятность у большого ИТ того, что элементарная колония дельта С ИТ дрожжей будет находиться в элементарном объеме пропорционально дельта С И. И поэтому можем записать уравнение, которое сейчас вы видите на экране, где И стремится к Н малое. Вероятность того, что хотя бы одна колония попадет в элементарный объем дельта В, описывается формулой на слайде. Количество дрожжевых колоний в момент времени Тау можно выразить формулой С равно СП в скобочках единицы минус Е в степени минус Тау С. При этом СП – максимально возможное количество колоний при Тау, стремящемся к бесконечности, которое можно определить, зная общую дозировку дрожжей и полагая, что средняя колония состоит из постоянного количества клеток. Уравнение для С. Коэффициент С можно определить для данного типа машины экспериментальным путем, производя определение С и СП на двух отдельных участках времени Тау-1 и Тау-2. При Н, стремящемся к бесконечности, уравнение для ПН-ного можно представить так, как представлено на слайде. На слайде представлено две записи этого уравнения. Это уравнение определяет вероятность попадания в случайно выбранную часть объема загрузки по крайней мере одной дрожжевой колонии при перемешивании компонентов в течение времени Тау. Оно применимо к любым смесителям и смешиваемым компонентам, так как здесь преследуется одна цель – увеличение количества дробных элементов одного компонента и перемещение их к отдельным мерным емкостям рабочей камеры смесителя, выбранным в качестве контрольных единиц. С помощью уравнений решается обратная задача – определение длительности замеса до получения заданной вероятности распределения определенного компонента смеси. Вычисленные таким образом значения могут использоваться для установления технически обоснованной производительности тестами сильной машины. В качестве примера определим длительность замеса пшеничного теста из муки первого сорта при условиях, представленных на слайде. Запишем уравнение для Тау равная 1 минута и Тау равная 2 минуты. Вы видите их на слайде. Решаю эта система уравнение получим то, что вы видите на слайде. Преобразуя и вычисляя, мы получим, что Тау равно 7,3 минуты. Из приведенного расчета следует, что для получения высокой равномерности смеси необходимо довольно длительная обработка. Как известно, свеже замешанное тесто является достаточно сложной, трехфазной структурой. Для определения физических свойств теста применяются альвеографы, фаренографы, консистографы, вискозиметры, пластометры, мутографы и прочие приборы. Производя изменения свойств теста при определенных фиксированных параметрах замеса и пользуясь моделью процессом можно определить рациональные параметры процесса и прогнозировать перспективные направления развития и пути совершенствования тестомесильных машин. Анализ процесса замеса теста. Количество энергии, потребляемой тестомесильной машины, зависит от ее конструкции и свойств муки. Для определения общих закономерностей потребления энергии в процессе замеса можно воспользоваться консистограммой. Диаграммы расхода энергии в процессе замеса теста на специальной месилке. Консистограф позволяет определить динамику расхода энергии замеса по величине сопротивления, которое испытывает лопасть специальной тестомесильной машины. По такому же принципу работают форенографы и волориграфы. Общий вид консистографа приведен на слайде. Консистограф состоит из разборной двухлопастной тестомесильной машины 1, термостата 2, динамометрического устройства 3, со стрелкой и самописца 4, для регистрации показаний динамометра. Здесь следует остановиться и сказать, что подобные исследования широко проводились в 70-х, 80-х годах прошлого века. И в те годы компьютерная техника и компьютерные интерфейсы были не так развиты, как в современности. Именно поэтому для регистрации показаний приборов часто использовались самописцы. Одноканальные и многоканальные. Если вы ходили когда-либо, допустим, достаточно уже, будучи взрослыми сейчас, допустим, в 90-х или 2000-х годах ходили в поликлинику, то вы могли видеть такие самописцы в кабинетах кардиографии и электроэнцефалографии. Но вернёмся к анализу замеса теста. Привод машины связан со стрелкой динамометра, на конце которой закреплено перо самописца. Тестомесильная машина снабжена термостатом и дозировочной бюреткой для воды. Консистограф рассчитан на 300 грамм муки. Месильные лопасти вращаются с частотой 90 и 60 оборотов в минуту. На слайде представлена консистограмма замеса пшеничного теста. По оси абсцисс отложено время Тау в минутах. По оси ординат усилия замеса. В условных единицах консистомера ЕК. Вся шкала имеет 1000 условных единиц. Величина А выражает консистенцию теста. Отрезок Б указывает время достижения максимального усилия или время образования теста. Отрезок С показывает длительность, поддержание, постоянство свойств при замесе. Толщина кривой Д определяет эластичность и растяжимость теста. Чем больше Д, тем больше объем изделия можно получить при выпечке теста. Отрезок Е указывает на расслабление структуры теста при замесе. Чем крепче клейковина теста, тем меньше величина Е. И тем более длительному замесу можно подвергать данное тесто. На консистограмме можно выделить границы отдельных стадий замеса. Первая стадия длится до достижения максимума консистенции. В данном случае она длится около полутора минут. Первую стадию смешивания можно осуществить и за несколько секунд. Такое ведение процесса является рациональным, поскольку в этом случае легче всего осуществить равномерное перемешивание компонентов до того, как произойдет впитывание влаги с частичками муки и образование комочков, затрудняющих процесс смешивания. Из сказанного следует, что первую стадию замеса следует осуществлять в отдельной камере в максимально короткое время. Например, в роторной тестами сильной машине Прокопенко равномерное смешивание достигается за 3-5 секунд. При этом тесто из машины выходит очень жидким, поскольку влага еще не успевает впитаться. А при последующей отлежке тесто густеет. Однако следует иметь в виду, что при скоростном замесе требуется большой расход энергии. Максимальное усилие на консистографе достигается на 2,5-3 минуте замеса, что свидетельствует об окончании процесса сорбции влаги мучнистыми частицами. Вторая стадия замеса приблизительно соответствует отрезку С на диаграмме. Третья стадия замеса является наиболее длительной и требует наибольших затрат энергии. Влияние температуры теста ТТ на характер процесса можно проследить по диаграмме, представленной на слайде. А влияние влажности на диаграмме, представленной на слайде, которую вы сейчас видите на экране. Конструкция машины и частота вращения сильной лопасти также оказывает существенное влияние на процесс и на величину удельной работы А. Удельная. Шкала консистографа проградуирована в условных единицах, однако её можно расшифровать с помощью электроизмерительных приборов и проградуировать в ньютонометрах. Тогда удельная работа в джоулях на грамм, затраченная на замес одного грамма теста, может быть определена по консистограмме с помощью уравнения, которое вы сейчас видите на экране. В уравнении М от ТАУ это изменение момента на валу тестами сильной машины во времени. Г большое – масса теста, замешиваемого в консистографе. Интеграл в числителе равен площади, ограниченной кривой консистенции и осью абсцисс. Может быть определён методом графического интегрирования. На характер консистограммы оказывают влияние свойства муки, влажность и кислотность теста. В таблице, которую вы видите на слайде, представлены основные характеристики свойств хлебного теста. Е большое – модуль упругости, это вязкость, П нулевая – липкость. Под интенсивным замесом обычно понимают различные способы замеса с повышенным удельным расходом энергии и различным воздействием на структуру образования теста. Это удлинённые по времени замес на тихоходных тестомесильных машинах и коротковременный замес на высокоскоростных машинах. Юрчак, Скорикова, Ройтер различают три способа замеса – обычный, интенсивный или продолжительный и скоростной. Такая характеристика базируется на едином критерии оценки интенсивности замеса – удельной работы, расходуемой на замес одного грамма теста. Под интенсивностью понимается количество энергии, расходуемой в единицу времени. Поэтому один и тот же удельный расход энергии можно получить при различной интенсивности замеса. Следовательно, для объективной характеристики процесса замеса необходимо иметь два критерия, отнесённых к единице массы обрабатываемого теста. Убольшая – интенсивность в джоулях, делённых на грамм секунда, и Тау – длительность в секундах. Их произведение выражает удельную работу замеса. Как следует из уравнений, одна и та же удельная работа может быть получена при различных значениях интенсивности и длительности замеса. А интенсивность зависит от частоты вращениями сильной лопасти и её конструкции. Некоторые авторы предлагают оценивать интенсивность замеса по скорости вращения вала тестами сильной машины. Однако этот способ также не полностью характеризует процесс, поскольку в зависимости от радиуса месильной лопасти и её конфигурации интенсивность процесса также будет различной. Однако частота циклов воздействия месильной лопасти на тесто может явиться дополнительной характеристикой процесса. Последнее определяется скоростью вращения и числом месильных лопастей на валу. Кроме рассмотренных возможностей оценки интенсивности замеса, также предлагается в качестве критерия оценки замеса брать оптимальную удельную работу, которая определяется непосредственно при замесе теста по достижении и максимальной прочности при одноосном растяжении жгута теста. То есть до максимального развития структуры теста. Однако при различных способах тестоведения она не всегда соответствует лучшему качеству хлеба. Поэтому оптимальную удельную работу замеса ещё необходимо корректировать в зависимости от применяемой технологии тестоведения. Для оценки технологической эффективности тестомесильных машин был предложен критерий КМ, выражающий отношение удельной интенсивности замеса у большое удельное в частоте вращения месильной лопасти. Несмотря на предложенные зависимости для оценки интенсивности замеса следует помнить о том, что каждая стадия замеса требует соблюдения специфичных условий интенсивности, длительности и частоты воздействия. Поэтому оптимальные условия для каждой стадии замеса будут различными. В качестве перспективного направления интенсификации замеса заслуживает внимание вибро замес. Он нашёл применение пока лишь в кондитерской и макаронной промышленности. Но даже беглое знакомство даёт основания предполагать перспективность его применения в хлебопекарной промышленности. При вибрации повышается подвижность частиц и увеличивается равномерность распределения компонентов замеса. Ускоряется течение коллоидных процессов. Снижается эффективная вязкость смеси. Что способствует ускорению рабочего процесса и повышению КПД тестами сильной установки. Важное значение имеет ускорение осматического связывания влаги белками муки. Так как именно таким путём происходит набухание клейковины и увеличение объёма её мицелл. Применение вибраций способствует обеспечению таких условий замеса, при которых равномерное распределение компонентов предшествует основным коллоидным процессам и образованию однородной структуры клейковины. В этом направлении следует вести научные исследования и поиск. Они позволят создать высокоэффективные тестами сильные машины. В этом видео мы рассмотрели процесс в рабочих камерах тестами сильных машин и провели анализ этого процесса. Благодарю вас за внимание. Следующие два видео будут посвящены конструкции, принципу действия, техническим характеристикам тестами сильных машин периодического и непрерывного действия. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить появление этих видео, поставьте колокольчик, а в колокольчике все уведомления. Видео, посвященные оборудованию пищевых производств и линиям производства пищевых продуктов выходят по понедельникам. По четвергам не каждый четверг выходят обзоры художественных книг, прочитанных мной. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!